сейчас я покажу еще один вариант добавления стыковочных объектов в данном случае мы добавим стыковочные линии у меня дизайн уже разрезан на три части и выставлены направляющие по размеру пялец я скрою правую и левую часть оставлю только центральную часть выбираю инструмент ручной способ ввода и начинаю обкалывать свой объект свою центральную часть замечу что первое я планирую вышивать левую часть потом центральную потом правую поэтому я буду обкалывать объект с левой стороны я буду идти по объекту а с правой стороны от этой части я буду идти за границами объекта делаю это для того чтобы потом мне эту линию не нужно было выпарывать она у меня зашьется стежками следующей части выделение готово меню вставить стич клоуст контур длина стежка 5 миллиметров меня устроит и вот такой объект у меня получился пока скрою центральную часть так как буду работать только с этим объектом мне сейчас этот объект нужно разделить на две части и убрать вот эти верхние участки снова беру инструмент ручной способ поделения и выделяю первую часть разделить снова этот инструмент и теперь отделяю эту часть разделить верх и низ мне не нужен я их удаляю эти два объекта я скопирую в вставлю можно кнопочкой копировать и вставить и теперь первая часть первый объект я перемещаю сразу после вышивки первой левой части точно такой же объект я перекрашу в другой цвет и поставлю его перед второй частью теперь синий объект ставлю после второй части и последний объект перекрашу и поставлю перед третьей частью теперь объекты вместе со стыковочными линиями можно объединить первая часть и стыковочная линия вторая часть у нее две стыковочные линии первое совмещает стыковочную линию с первой частью а на вторую будет пристыковываться третья часть и третий объект проверяю размеры размеры все у меня помещаются в пяльца 300 на 180 теперь можно сохранить отдельно каждую из частей и вот мы имеем наш дизайн разрезанный на три части вместе со стыковочными линиями стыковочные строчки лучше вышивать ниткой в тон ткани потом после стыковки эти строчки зашьются стежками дизайна основного дизайна и их видно не будет и можно будет не выпаривать